С начала года в страну прибыло 10 миллионов иностранцев. В основном это граждане стран СНГ. С учетом нынешней повестки всемирных игр кочевников ожидается, что только за неделю эта цифра вырастет в разы. Только география гостей значительно расширится. Перед правоохранителями стоит задача обеспечить всестороннюю безопасность граждан, не только соотечественников, но и гостей. Напомню, в недавнем послании к народу Казахстана президент поручил Министерству внутренних дел принимать жесткие меры в отношении всех правонарушителей. От мелкого хулиганства и вандализма до незаконной иммиграции. Это закон и порядок. Здравствуйте, меня зовут Саньяк Обжасарова. Что касается миграционного законодательства, принимающая сторона обязана уведомить миграционную службу о прибытии иностранцев в Казахстан. Сделать это нужно в течение трех рабочих дней после приезда гостей. Можно как оффлайн, так и онлайн. Нарушение правил пребывания регламентируется административным кодексом Республики Астана, а именно статья 517-я, нарушение правил в области миграции. Большинство иностранцев привлекается это либо штрафом, это в зависимости от решения суда. То есть решение принимается в большинстве случаев судом, либо если он не может оплатить штраф, тогда либо у него злостное нарушение, там пребывает незаконно, тогда суд принимает решение о выдворении его из Республики Астана. Уголовные ответственности они привлекаются на общих основах. То есть если иностранец совершил уголовное правонарушение, то есть в отношении него проводится досудебное расследование, и опять органами суда выносятся обвинительные приговоры. С начала года из Казахстана выдворили 7,5 тысяч иностранцев. В ближайшие 5 лет они не смогут посетить нашу страну. Еще больше 63 тысяч заграничных гостей привлекли к административной ответственности. Они не заблюдали правила пребывания в республике. Им предстоит выплатить штрафы. К примеру, только в Казалардинской области за 8 месяцев эта сумма приблизилась к 19 миллионам тенге. Всего за 8 месяцев текущего года выявлено 2272 правонарушений. Из них выявлено 1497 административных правонарушений, совершенных иностранными гражданами. Из которых 68 выдворены по решению суда с запретом въезда в Республику Казахстан сроком на 5 лет. За необеспечение соблюдением правил пребывания иностранных граждан на территории Республики Казахстан 755 граждан Республики Казахстан были приняты административные меры. В отношении физических и юридических лиц наложен административный штраф в размере около 19 миллионов тенге, который полностью взыскан в пользу государства. С начала года по стране около 10 тысяч мигрантов привлекли к ответственности за незаконную трудовую деятельность. Вместе с тем штрафы наложили на 2500 работодателей. Таких фактов немало во всех регионах Республики. В большинстве своем в крупных мегаполисах Астане, Алматы и Шумкенте. Однако и в небольших областях имеются каналы нелегальной миграции. С начала текущего года на территорию области прибыло свыше 8 тысяч иностранцев с целью получения разрешения на постоянное место жительства, на работу, на учебу, на лечение. Более того, совместно с участковыми инспекторами полиции на постоянной основе ведется контроль за прибывающими иностранцами путем подборного обхода по месту жительства, их регистрации, а также подвергаются к проверке строительные объекты на факты выявления незаконного осуществления трудовой деятельности иностранцам. Кроме того, в течение текущего года неоднократно проводилось оперативное профилактическое мероприятие. Целью данного мероприятия является незаконное осуществление иностранцев над территорией области и осуществление трудовой деятельности без разрешительных документов. В настоящее время Министерство внутренних дел совместно с госорганами прорабатывает меры по совершенствованию миграционного законодательства. Приоритеты, чтобы это никак не влияло на туристическую привлекательность страны. Напомню, на этой неделе в рамках всемирных игр кочевников ожидается, что в столицу прибудут гости из 90 стран. По закону они смогут оставаться в Казахстане в среднем от 30 до 90 дней. Это будет зависеть от их гражданства. При наличии разрешения на временное проживание либо визы до окончания срока этих документов. Это был закон и порядок. До встречи.